Окей, ну, всем привет. Меня зовут Владислав Браницкий. Я Senior Software Engineer в SoftSurf. Немного в другое, правда, комьюнити. У меня в основной профайл от Node.js WebUI, я AppleStack. Ну, в последнее время работаю с .NET и, в частности, вот с Azure и Azure Cosmos DB, которую я сегодня буду представлять. Сегодняшняя тема – Technical Overview of Azure Cosmos DB. Почему я выбрал эту тему? Cosmos DB – это инволюционированный сервис, который вы уже, наверное, знаете, Azure Document DB. Он появился в мае 2017 года, то есть ему всего полтора года получается. И на своем проекте, я работаю на проекте Microsoft, мы начали использовать вот этот вот сервис, начинается июня, то есть буквально после 2-2 месяца, 2-2 месячного релиза этого сервиса. Вот, я вам расскажу, в общем, про этот сервис, что он из себя представляет, потому что не уверен, что все работали с ним, знают об этом сервисе. В частности, про MongoDB API, да, с чем я работал, какие проблемы были. И как бы представлю какое-то там небольшое темо, расскажу, покажу, как вы можете с ним работать и так далее. Вот, адженда сегодняшняя, я вам расскажу про Core Concepts Azure Cosmos DB, чтобы вы были в курсе вообще, как он построен, как он работает. Ресурсно-эффицией, реквест-юниты, это, ну, кто работал, там, наверное, со SQL-базами данных в Azure, знаете, в DTU, RU, это очень похожая вещь. Репликейшн, индексирование, новая фишка, которая вышла совсем недавно в Cosmos DB Multimaster, миграцию данных и использование вот этого сервиса для сервера с архитектуры. Вот, если у вас возникают какие-то вопросы, там, посреди презентации, там, может быть, вы не знаете чего-то там про MongoDB, там, Кассандра, разные API, вы можете сразу их задавать, потому что это очень будет, ну, важно, как бы понимание полного вот API, который предоставляет Azure Cosmos DB. Да, ну, Azure Cosmos DB, как я уже сказал, это, вот, как они пишут, Global Distributed Multimaster, это новый дейтабэ сервис, который предоставляет вам различные API, с которыми вы можете работать, да, разные уровни, так, консистенции модели, SLA, который с Multimaster немного, ну, как бы вырос, там, 99,3 девятки уже там SLA, если у вас есть Multimaster, это вам расскажу немножко позже, вот. Да, и, ну, Azure Cosmos DB, это на самом деле не совсем, да, вот, тот API, который есть у Mongo, там, или Кассандра, да, вот, сам движок этого сервиса, это на самом деле вот этот вот Atom Record Sequence, да, это, скажем, такой, такая система, которая может преобразовывать ваши модели, да, вот модели, допустим, там, MongoDB или там Key Value базы данных, вот этот вот Atom Record Sequence модель. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы, ну, в текущей ситуации вы не можете в аккаунте Azure Cosmos DB, вот, если вы создали базу данных, допустим, MongoDB или Cassandra DB API, да, вы не можете свитчаться между этими базами данных, а в будущем Microsoft хочет сделать, что с помощью вот этой вот модели, да, которая является общей для всех, вы можете спокойно там свитчаться с базы данных, потому что на самом деле модель, которая хранится, ну, там, Under the Hood вот этого вот сервиса, она будет одна и та же, да, то есть это они собираются делать в будущем. То есть Atom, это маленькие наборы примитивных данных, каких-то там типов записей, это структуры, да, и последовательности, это массивы этих атомов, записей и так далее, и так далее. Вот, поэтому, ну, нужно понимать, что Azure Cosmos DB, это не значит, что вот Microsoft, как и взяли MongoDB декущую и, как бы, пользуется полностью API. И там есть некоторые различия, о которых я расскажу. Вот, да, начнем с, какие же Azure Cosmos DB предоставляет API? Ну, первое, это SQL API, это вот тот бывший DocumentDB, который вы, наверное, знали, работаете, работали с ним. Это, ну, база данных, которая работает с JSON, но предоставляет возможность SQL, в которой вы можете делать запросы, да, и работать с этим JSON. в общем-то, от DocumentDB, она изменилась только тем, что там появляется partition, насколько я знаю, и некоторые фишки, вот, которые есть в самом Cosmos DB, там, у Таймастер и так далее, это я тоже расскажу немного позже. Следующее, это Key Value структура, база данных, это Table API, это, в общем, расширение существующего уже Azure Table Storage, который есть, вы можете создать им, пользоваться уже, он уже давно. Ну, соответственно, они тоже его расширили и сделали вот такую Key Value базу данных, которую вы тоже можете создать в Azure Cosmos DB и пользоваться. Column Family – это Cassandra API. Что нужно знать, как бы, вот, Cassandra и MongoDB, это вот, в принципе, там, с некоторыми различиями от оригинальной, там, MongoDB или Cassandra, ну, они предоставляют практически полный API, который есть у этих баз данных. То есть, Cassandra, как она есть, или MongoDB, да, то есть, Column Family или Document база данных MongoDB. Разница, вот, в MongoDB API и SQL API, SQL API у вас хранит JSON, да, он хранит JSON-документ. В случае с MongoDB он хранит Bison. Bison, не знаю, насколько вы, как бы, часто работаете с MongoDB, это такой экстенжен от JSON, binary JSON считается. У него расширенные типы данных, ну, и, соответственно, он немножко так по-другому выглядит. Вы с MongoDB можете как экспортировать, как и JSON, как и Bison, только с помощью разных команд. Вот, и Gremlin API – это вот последний тип, это у нас графовая база данных, да, которую они тоже предоставляют. Ну, то есть, вы можете создать один из этих аккаунтов и начать с ним работать. Ресурсная модель, да, что такое ресурсная модель в контексте с CosmosDB. У вас есть аккаунт. Аккаунт – это то, что вы создаете, по сути, вот, аккаунт CosmosDB. У вас есть к нему какой-нибудь, там, ключ, ну, в общем, ваш аккаунт, можно сказать, все очень просто. База данных – это то, что вы создаете, sorry, база данных – то, что вы создаете в самом, ну, CosmosDB. Выбираете нужный вам MPI, я вам потом покажу. Выбираете API любой, там, MongoDB, все что угодно. Контейнер. Контейнер – это, в общем, такой маппинг между различными структурами данных, вот, в разных базах данных, можно сказать, коллекция, то ли это коллекция графа или таблица. Это все считается контейнером. Зачем это знать в будущем, да, я тогда буду рассказывать, особенно, про request unit, и вам нужно понимать, за что вы платите, что это такой контейнер, потому что очень часто оперируют этим понятием – контейнер, да. Вот в данном случае это может быть или коллекция, или граф, или таблица. Да, контейнер может быть разным. Соответственно, контейнер содержит айтемы, или еще три типа – это триггеры, user-defined function и sprocket, да, вы можете создавать там какие-то функции, триггеры, это все будет работать в рамках Azure Cosmos DB, вашего сервиса. Вот, и айтемы имеют еще аттачменты. Аттачмент – это bill.op, но нужно знать, что у него есть 2 гигабайта, лимит у него по всему вашему Cosmos DB аккаунту. Он там недавно только, по-моему, там в бете был, в общем. Ну, на самом деле этот аттачмент советуют использовать лучше там Azure Bill.op, а не хранить его в Azure Cosmos DB, но такая возможность тоже есть. Да, вот если вы хотите хранить какие-то файлы, вы можете там создать документ, ну, и хранить там какой-нибудь аттачмент, вот, вам нужный без него. Вот, что такое контейнер в более таком разрезе, да, в более детальном. То есть это коллекция, таблица или граф. Ну, соответственно, вы можете понимать, что такое контейнер. Что такое айтемы? Ну, в зависимости от того, что, каково у вас API, какова у вас база данных, это либо документ, ну, это если у вас какая-то, если у вас коллекция, это документ, если у вас документно-ориентированная база данных, ну, кортеж, row, не знаю, как хотите называть, это таблица, но да, это же, это если у вас графы. Ну, поэтому, наверное, все. Measuring performance, да. Что такое latency и что такое throughput? Это нужно понимать, чтобы в дальнейшем вы могли создать эффективную базу данных в этом сервисе, да, эффективную не только с точки зрения перформанса, но и, как бы, ваших затрат, потому что я, как бы, не пьем Azure Cosmos DB, не буду вам рассказывать, какой он классный и крутой, расскажу, какой он есть, он на самом деле достаточно дорогой, да, я расскажу ситуацию, которая произошла с одним из моих аккаунтов, вот. Latency – это, ну, как бы, нужно понимать, что это, насколько быстрый ответ приходит от вашего реквеста. В дальнейшем MongoDB, ну, сами Майкрософт говорят про свой Cosmos DB, они очень часто оперируют этим словом, да, особенно вот в рамках репликации, георепликации и мультимастера, вот. Slowput – это, ну, сколько запросов вы можете выполнять за какой-то периодический отрезок времени, да, вот. Так что нужно запомнить, что latency – это, как быстро приходит респонс, ну, а Slowput – это, сколько вы можете сделать, грубо говоря, вас запросов. Реквест юниты. При создании базы данных Cosmos DB вам запросят ввести реквест юниты. Это очень похоже на те, может быть, слышали, DTU, это, в принципе, если вы говорим о SQL базе данных в Azure, очень похоже, да, то есть они, этот реквест юнит создан для того, чтобы упростить изменение вот этого Slowput, ну, и считается реквест юнит за секунду, да, то есть такая вот величина, да, она упрощает как бы все, потому что мне нужно считать там IOPS, мне нужно считать там какие-то размеры вашего жесткого диска, есть реквест юнит и все. Вот, примерно, примерные, примерные, да, цифры по реквест юнитам, в общем, чтение, ну, примерно один реквест юнит, на самом деле, в среднем, ну, я замечал, что где-то около двух с половиной реквест юнитов нужно для чтения с базы данных, вот, для создания, ну, примерно 15, вот, два с половиной, вот, query by ID, вот, примерно, столько вам нужно для того, чтобы там считать с вашей базы данных. Что нужно знать, что дефолтное, дефолтное количество реквест юнитов, которые вам нужно ввести, ну, самое минимальное, да, это тысяча, тысяча реквест юнитов, это количество, в принципе, вот, срока, который вам предоставляет Azure Cosmos DB за секунду. Вы можете использовать больше, вы можете использовать меньше, для этого вам нужно как-то определиться, да, ну, сколько мне реквест юнитов нужно поставить, вот, вы только начали создавать Azure Cosmos DB аккаунт, да, вам тут уже реквест юниты подсунули, нужно уже определиться, сколько же мне их нужно. На самом деле, вот, я предоставил ссылочку, она, в принципе, как и со SQL базами данных, тот же калькулятор этот для DTU, то же самое есть для реквест юнитов, да, вы можете зайти сюда спокойно, и вот он, он описывает, что же такое, вы можете заплодить любой JSON документ, вот, какой вы хотите, если у вас есть, у меня, по-моему, даже тут был JSON документ какой-то, сейчас посмотрим, вот, какой-то JSON документ, количество, там, документов, которые у вас, ну, я не помню, у меня, по-моему, 2246, там, записи за секунду чтения, за секунду апдейт и делит, вы можете это потом, на самом деле, менять, да, то есть, для начала вы должны определиться, вообще, сколько у вас, чего будет, вы можете выбрать, в принципе, там, тысячу реквест юнитов, потом посмотреть на вашу нагрузку, их уменьшить или увеличить, вот, ну, и, соответственно, вы просто посчитаете, сколько реквест юнитов вам нужно и будете, ведете это в аккаунт, тоже покажу, где это, вот, по реквест юнитам это все, теперь по возможности репликации ваших данных, это вот мой созданный аккаунт, с MongoDB у них есть такое окошко, там, с разными дата-центрами, там, 25 дата-центрых у них сейчас, по-моему, которые доступны вам, кроме, там, по-моему, проблемы с германским, с немецким и с китайским, они там, что-то данные не разрешают выносить, вроде как, вне предела страны, поэтому, я не проверял, честно, но, вот, я выбираю обычные регионы, это Европа и там Северная, Южная Европа или еще Штаты можно выбирать, да, то есть, Cosmos DB позволяет вам, в принципе, очень просто реплицировать свои данные, вот, вы просто заходите на аккаунт и, вот, выбирайте регионы, которые вам нужны. Вот этот скрин, который вы видите, это включенный MultiMaster, включенный MultiMaster, это, я, наверное, позже чуть его расскажу подробнее, в общем, суть в том, что каждый дата-центр у вас это мастер и у вас из-за этого увеличивается, в принципе, SLA, да, там, до 9.9 и 3.9 и, ну, соответственно, там, Failover и все такое. Если у вас настроен MultiMaster, вот тут вот сверху можно заметить, что Manual Failover и Automatic Failover, они отключены, вы не можете их менять. По регионам, ну, то есть, репликация по регионам, соответственно, если у вас, там, допустим, задеплоено что-то на, там, не знаю, апсервис где-нибудь, там, в Китае, другой апсервис где-то в Штатах, соответственно, у вас latency будет, там, не знаю, вы будете, там, с Китая, если у вас реплицирована база данных в Китае, вы будете считывать за то же время, что и американцы, там, если будет в Америке. Если у вас, допустим, база данных находится, там, вот, сделали, там, репликацию Европы и Штаты, то, соответственно, запросы будут идти намного быстрее, да, ответы от запросов будут идти намного быстрее, чем вы будете это делать из Китая. Поэтому вам нужно понимать, да, где у вас находится большое количество пользователей, как это все реплицировать. Ну, и учтите, что за каждый дата-центр, да, то есть, вы вначале вводите тысячу, там, реквестиндитов, это, ну, соответственно, один, по сути, дата-центр, то есть, если вы реплицируете свои данные, то есть, вы платите больше, это вы тоже должны учитывать, да. Ну, и, соответственно, вот, с каждого региона у вас доступны и чтение, и запись, вот. Но это для новых аккаунтов, если у кого-то есть старый Azure Cosmos DB аккаунт, как у нас на проекте, то Multimaster пока включить нельзя. Это я расскажу чуть позже по этому поводу. Да, если говорить о индексах, да, в Cosmos DB автоматическое индексирование, то есть, вам, в принципе, не надо, там, заморачиваться по поводу индексов. В общем-то, и Cosmos DB был создан для того, чтобы пользоваться им более, было удобнее, практичнее, быстрее, да, снять с вас какую-то, там, ответственность за, там, все вот эти вот, не знаю, как сказать, DBA операции и все такое. Но, вот, я пробовал на MongoDB, ну, по-моему, не все индексы там они поддерживают. Ну, если говорить о MongoDB API, я не знаю, насколько часто вы работаете с MongoDB, я достаточно часто работаю, то сейчас последняя версия, которую предоставляет Azure Cosmos DB, это 3.2.4. Они собираются, насколько я помню, мигрейтить на 3.2.6. Если вы знаете, в последние, последние, вот, два месяца, да, два месяца назад из бета вышел MongoDB 4.0. У MongoDB 4.0 появился очень важное такое обновление, там появились транзакции, да, то есть то, чего не хватало давно в новостке или базах данных, и, как бы, джойны, которые там тоже, которых, в принципе, нет документно-ориентированных базах данных, они достигаются там с помощью aggregation фрагмента MongoDB, там, в частности, метода lookup, поэтому, ну, как бы, они развиваются, и когда, допустим, обновится Cosmos DB до версии, там, MongoDB 4.0, ну, я не знаю, то есть, они не поддерживают полный API, у них есть список того, чего они поддерживают, и это же касается индексов, да, они поддерживают вот эти типы индексов, которые написаны вот здесь, Compound, Unique, DTL, Geospatial, Spats, ну, на самом деле, вот эти у них есть документации, то, что они их поддерживают, вот эти два я попробовал, они работают, не работали только текст индексов, то есть, если вы собираетесь мигрейтить свою базу с MongoDB, ну, желательно понимать, что у вас используется, какие у вас используются индексы, и попробовать хотя бы там записать пару документов и посмотреть, как оно будет работать, то есть, потому что они не все поддерживают, да, да, мигрейтить коллекции с индексами вы не можете, поэтому, соответственно, вы, когда делаете там MongoDump или MongoExport, то вам нужно включить NoIndexRestoreFlag, да, то есть, вы просто это все в JSON запишите, в JSON, и можете это все импортировать в Cosmos DB и этим пользоваться, вообще без проблем. Так, дальше, да, Multimaster, то, о чем я говорил, то, что появилось совсем недавно, появилось только для новых аккаунтов, то есть, каждый регион теперь работает на запись, если в старом аккаунте, который у нас был создан, там был один регион на чтение, один регион на запись, то есть, там, допустим, Европа на чтение, штаты на запись, сейчас они все полностью могут быть и на чтение, и на запись, и полностью мастер, да, то есть, не мастер, слайф, а мастер, и, в общем, повышается, да, scalability, availability, там, wall latency, и все такое, в общем, такая вот репликация. Ну, и о чем я говорил, ну, SLA, да, и встроенные конфликт-резолюшн методы, которых я расскажу, которые позволяют, да, как-то, резолвить все проблемы, которые у вас, там, куча записей, чтений, все это в разных регионах, соответственно, между разными регионами нужно время для репликации, одно дело, если это все находится в рамках одного дата-центра, а другое, если это будет, там, Штаты или, там, Япония, соответственно, ну, понимаешь, время задержка будет, нужно как-то хендить это все, да, и у них есть, получается, три типа, которые они предоставляют для того, чтобы резолвать эти конфликты. Первый – это last fight of wins, он включен по дефолту, то есть он определяет последний записанный документ и считает его, в общем, правдивым, да, и, соответственно, его записывает, ну, оставляет, да, у себя, реплицирует его и так далее. Там в каждом из документов в Azure Cosmos DB есть еще дополнительные поля, там, и полк, один из них – это underscore, они обычно под underscore, underscore TS, это timestamp, это то поле, по которому last fight of wins, он определяет последний записанный, ну, какой документ был записан. Вы можете, в принципе, там есть, можно задать дефолтное поле, вы можете его ввести, какое поле вы хотите, там, может быть номер версии документа или еще чего-то, и он будет по этому полю уже определять, какой у вас записался в последнем, его оставлять. Вы можете написать user-defined procedure для того, чтобы кастомно резолвить конфликты. Да, ну, учтите, что полный, полный контроль на вот этих вот резолю, ну, в общем, разрешение этих проблем, ложится она, как бы, на эту процедуру, то есть вы должны быть уверены, что она правильно вам все резолвит. Опять же, вы просто создаете процедуру, я покажу, и, ну, как бы, прописываете в ней какое-то кастомное поведение, как она будет резолваться. И последнее, это Async, да, Async, он, в принципе, выбирает, там, по-моему, последний, какой-то реплицированный документ, и, ну, кстати, он, он включается, когда вы просто выбираете user-defined procedure без названия своей процедуры. Ну, то есть, ну, в общем, асинхронно там их все резолвует и записывает тоже какой-то документ, который последний был, и т.д. и т.п. Так, partition, да, это тоже такое, такое интересное, ну, свойство, не знаю, как это назвать, в Cosmos DB, когда ваша коллекция разбивается на разные partition, соответственно, у вас есть single partition collection, это, ну, до 10 гигабайт, на который вам нужны где-то 10 000 RU. И partition collection для нее нужно 250 гигабайт максимально, да, вы можете и 250 000 RU, соответственно, для нее выделить. Ну, тут нужно понимать, что для того, чтобы сделать partition, если кто-то, ну, знаком с MongoDB, там это называется shard key, да, это очень похоже на shard, да, или те же partition в Cassandra, вот, очень похоже. Вам нужен partition key, да, вам нужно удачно выбрать partition key, так же, как и shard key в MongoDB. Почему? У вас в partition'ах должно быть равномерное распределение ваших коллекций, то есть документов, коллекций. Для этого вы должны использовать какой-то partition key, который бы позволил вам это сделать. Вот хороший пример, это user ID, если вы храните какие-то там данные по пользователям, если у вас что-то типа там социальной сети, не знаю, ну, user ID, очень удачный выбор. Device ID, если у вас хранятся данные по IoT, ну, если у вас multi-tenant architecture, особенно там, в связи с Microsoft, там, вы можете это делать по tenant ID. Почему плохо использовать date, да, вот, last updated, created, потому что, представьте, у вас, ну, partitioning, все нормально, все окей, вы там по данным разбиваете документы, коллекции, потом опа, черная пятница, много людей зашло, и у вас начинается, ну, в общем, увеличение этого partition. То есть, просто, вот, куча записей, куча документов, соответственно, оно не помещается, и Cosmos, не биом, что сделает, он автоматически создаст вам еще один partition, ну, это в следующем слайде будет, я вообще не понял, да. Вот. Но это не очень хорошо, когда у вас, в зависимости от каких-то дней, в которых у вас возрастает, там, количество посетителей, соответственно, ну, на базу данных это влияет, лучше выбирает, там, partitioning, который бы равномерно распределял все эти, вот, документы. Ну, и как я говорил, Cosmos DB, если вдруг у вас произошел оверфлоу вашего partition, Cosmos DB автоматически, без вашего вефедного, просто разобьет этот partition. То есть, он, по сути, перенесет данные на другой partition, да, то есть, вы даже этого не заметите, но это, как бы, не есть хорошо, потому что, значит, вы выбрали неправильные partitioning. Значит, partitioning должен быть hashed value, да, то есть, даже когда вы создаете, там, допустим, индекс в Cosmos DB, в MongoDB API, он должен быть hashed. Ну, вы создаете, как бы, partitioning на коллекцию, там, на Cosmos DB контейнер, то, что я говорил, на коллекции, на граф, там, или таблица. Соответственно, ну, по вот этому вот хэшу, да, user ID, он, в общем, находит нужные вам, очень быстро находит нужные вам данные, ну, и, соответственно, как бы, растет время, уменьшается время ожидания ответа от вашего запроса. Ну, и, как бы, partitioning очень, очень похоже на то, что называется реплика, sharding в MongoDB. Также в Azure Cosmos DB есть пять consistency models. Это strong, bounded, stasis, session, consistent prefix и event show. По дефолту стоит session, вы можете выбрать любой из них, ну, на начальном этапе, но нужно знать, что, если вы выбрали session, да, то есть, как бы, у каждого из них, там, справа, слева, у version, consistent prefix, у них, как бы, меньше задержка, больше доступность, но при этом consistency, как бы, вот, в event show вообще нет никакой гарантии, что вы считали документ, верный документ, что это не последний обновленный документ. В strong consistency вы, как бы, получаете, улучшить, там, 100% то, что вы считали нужный документ, последний обновленный. Но при этом будет время задержки, потому что пока не произойдет полная репликация вашего документа или, там, да, документа между, по сути, там, дата-центрами, вы его считать не сможете. Да, но при этом и вы лабилете у него меньше. Насколько я помню, в Multimaster, если вы их поставили по дефолту, то strong consistency вообще отключен. Вот, ну, поэтому session и bounded status самые-самые нормальные, вот, для того, чтобы работать с Azure Cosmos DB. Они, в принципе, гарантируют то, что вы считаете последний обновленный документ, да, не будет никаких, там, проблем, и при этом у них будет, где-то, ну, посрединке, latency, availability, которое вам нужно. По миграции данных. Ну, такой вопрос, если вы хотите мигрировать данные с Cassandra, там, с MongoDB, вы это можете запросто сделать, в принципе. Я расскажу про миграцию с MongoDB. В принципе, там, достаточно ничего сложного. Для этого, ну, вам нужно, как бы, понять, какой у вас будет сроупут, да, поставить нужные реквест-юниты, нужен вам SSL обязательно, ну, и, соответственно, создать Cosmos DB ресурсы. Это то, что от вас требуется до того, как вы начнете миграцию. Вы создали аккаунт, и, в принципе, ну, вы можете использовать либо Data Migration Tool, еще известен с DocumentDB, или вы можете использовать обычные две команды, MongoImport, MongoRestore, да, то есть, как бы, один матч просто с Dump, а второй с JSON. Соответственно, ну, здесь вы выводите нужные креды, и здесь есть такие две вещи, как нам Insertion Workers и Batch Size, да, нужно понимать, что это такое, зачем это вам нужно, и, ну, как это вообще найти, да. Да, вам нужно составить какой-то, ну, план для вашей миграции, соответственно, вы, ну, как бы, создаете, если у вас, там, вы понимаете, данные больше, чем 10 гигабайт, создаете, да, какую-то коллекцию с Short Key, ну, и, соответственно, если у вас обычная коллекция, ну, 1000 RU для вас хватит пока, ну, если у вас уже Sharded Collection, то вам нужна 2500 RU. После этого вы считываете нужный RU для каждого документа, как это можно сделать, вы просто, ну, это я, наверное, покажу на практике, просто делаете запрос, и, в принципе, там, что в самом Cosmos DB вы можете посмотреть, с какого вы за каждый запрос использовали RU, или можете посмотреть через MongoShell, это все можно посмотреть. Ну, и, соответственно, если у вас делите вот полученные RU на то, что вы получили, которые вы получили RU, получаете batch size, да, то batch size, если у вас, ну, если у вас получилось число меньше 24, берете меньше, если batch size больше 24, берете 24, да, потому что, ну, по дефолту, у меня получается всегда 24, не знаю. Ну, и, соответственно, вот по вот этой формуле вы можете нам insertion workers посчитать, какое вам число поставить, да, то есть тут нужно и latency посмотреть, и throughput, и batch size, и, ну, и полученные RU. Ну, это я вам покажу, как это сделать чуть позже. Ну, и последнее, о чем я хотел бы сказать, это, в общем, удачное решение использовать Azure Cosmos DB в связке с Azure Functions, да, то есть, когда вы можете построить себе такую серверс-архитектуру, ну, и, соответственно, использовать Azure Functions, как, там, выход вашего результата из какого-то, там, не знаю, из вашей функции, или как вход, то есть вы можете в этой Azure Functions подключить нужную вам коллекцию Cosmos DB, и, ну, как бы, либо в ней отсчитывать, либо что-то записывать в нее, ну, в общем, три сценария, которые вы можете использовать с этими Cosmos DB, ну, также у Cosmos DB есть триггеры, которые вы можете использовать, их триггерить по нужным вам ивентам. Да, я покажу вам немного по демо, что я говорил по поводу, интересно, цены Cosmos DB. Пока я готовился к презентации, у меня вот есть аккаунт, ну, Visual Studio Professional, обычный, там, 50 долларов дается, по-моему, на месяц, я создал себе вот этот вот аккаунт, в нем включен Multimaster уже, я сейчас покажу, как его можно там включить, и, ну, как бы, создал всего, там, всего пять коллекций, по-моему, ну, что-то типа того, пять коллекций, и, и вот за три дня Cosmos DB снял с меня 120 долларов, и, ну, аккаунт был заблокирован, потом пришлось, в общем, это, я так понимаю, кому-то платить за это. У Cosmos DB достаточно, ну, дорогое, да, особенно, если у вас включен дел, репликация, Multimaster, ну, и учитывая, что вы платите за каждую коллекцию, даже с тем, что я, ну, записывал, там, считывал с базы данных, но использовал за секунду максимум, там, 15 request-юнитов из тысячи, да, вот вышла такая вот большая цифра. То есть, когда вы начнете экспериментировать с Cosmos DB, будьте осторожны и не потратите все свои ресурсы на то, чтобы с ней поэкспериментировать или иммигрировать на нее, то есть, желательно бы понимать, ну, по ценам и, как бы, стоит ли вам на нее иммигрировать или не стоит, да, то есть, несмотря на то, что она предоставляет такие классные штуки, она, как бы, дороговато в своем обслуживании и использовании. Вот, ну, у меня сейчас тут срок на 2600, да, то есть, у меня тут два региона, это Multimaster, там, по-моему, Голландия и Германия выбраны, или что-то такое, я не помню, да, ну, и, соответственно, у вас здесь есть Data Explorer, в котором вы можете посмотреть, какие у вас коллекции, не знаю, загрузится мне или нет, какие у вас коллекции, отсюда же вы можете создать, там, вот, у меня здесь коллекция, наверное, пустая, какие у вас здесь есть документы, не делать никакие запросы, там, у вас есть настройки по Scale, в котором вы можете использовать, увеличить или уменьшить request unity, вот, они мне показали, что за час 0.20 центов, за день 5 долларов. Выбрать конфликт resolution, нужный вам по дефолту, вот, у него timestamp стоит, то есть, какой там последний был записан, тот и выбран, ну, и вы можете выбрать merge procedure, custom, назвать здесь storage procedure. Ну, и time to leave, включен или нет, short key, вот, здесь выбран год, это я создавал индекс через MongoShell на этот год, по-моему, здесь вы можете также создавать store процедуры, сохранимые процедуры, user-defined function, триггеры, и можете посмотреть на конфликты, которые могли произойти, пока вы там записывали, считывали, и так далее. Значит, что здесь еще, ну, replicate data globally, то есть, то, что вы можете здесь посмотреть, изменять, если вы нажимаете, да, там, реплицируете данные, этого нужно подождать некоторое время, потому что, пока данные реплицируются на другой дата-центр, это не очень быстро, особенно, если у вас там какие-то, ну, большое количество данных есть. Ну, опять же, здесь вы можете взять, нужны вам connection-стринги, вот, в квикстарте тут даже для разных платформ есть. Кстати, о том, что вы можете использовать с Cosmos DB, какие вы можете использовать драйверы, провайдеры и так далее. Для SQL, ну, как бы, с DocumentDB, который был, Azure DocumentDB, вы можете использовать еще .NET SDK, который есть, есть JavaScript SDK, если вдруг вам придется, там, на ноте что-то делать, вы тоже, он тоже поддерживает, он ноты в скрипте, можете спокойно их использовать. Кстати, у них уже встроенные функции, там, по, там, ну, разные GNAM, которые вы используете по, вот эти вот Consistency Level, все это настраивается, там, очень просто, вы особо, как бы, не заморачиваетесь. Если говорить о, там, допустим, в принципе, еще каких-то драйверах, да, то все драйвера, которые есть на MongoDB, там, я имею в виду вот этот вот нативный драйвер от MongoDB, который я чаще всего использую, что для Node.js, что для .NET Core, там, .NET Full Framework, он полностью поддерживает Cosmos DB. То есть, ну, проблем с ним пока не было никаких, было только проблема с одним из адаптеров на Node.js, но там такой адаптер, что, он неправильно парсировал commercial string, вот тут вот реплика сет GlobalDB, а так, в принципе, вот у них есть для Java, для Python, еще SDK, вы можете с этим всем работать, также и для Cassandra, все вот эти вот нативные драйверы для Cassandra, они тоже поддерживают Cosmos DB, то есть Migrating для вас, я думаю, проблем не заставит. Consistency Level вы можете посмотреть, да, то есть, по дефолту выбрана Session, если вы выбираете, ну, кстати, здесь почему не показывается раньше, никто не понял, а картинка, вот, ну, небольшое описание каждого из них, но я не знаю, почему здесь был, ага, вот оно прогружается очень долго, вот, он, тут есть небольшое описание, как этот уровень Consistency вообще работает, да, то есть, допустим, это какой у нас, ну, Consistent Prefix, да, то он тут рассказывает, что тут, если у вас есть A, B, C документ, то вы, ну, как бы, сможете получить A, C, но никогда, ну, или B, C, никогда не сможете получить A, C, или B, C документ, да, там, выбираете нужный вам уровень Consistency, А, опять же, нужно понимать, что и Visual Consistency, Consistent Prefix, они не гарантируют вам то, что вы получаете последний документ, который является правдой, да, можете настроить файлволы, ну, и так далее, да, давайте попробуем еще добавить какой-то аккаунт, если мне, конечно, удаст это сделать, и выберем, что методов сделать, ага, да, ну, вот, соответственно, вы выбираете Subscription, как всегда, ресурс-группу, Account Name вводите, который вам нужен, это вот, у меня, он называется MDP, я хотел показать, как раз, там, демо с миграцией, выбираете нужный вам API, ну, и можете, вот, как раз, Geo Redundancy включить, или вот Multi-Region Rights, вот, они по дефолту Disabled, можете, можете их включить, ну, и, соответственно, выбрать нужный вам регион, и у вас создастся, по сути, аккаунт Cosmos DB, больше тут особо ничего такого нет, вы можете еще виртуальные сети составить. Так, ну, по поводу миграции, да, покажу, может быть, кто не видел, есть, есть еще такая штука, кстати, которая называется Azure Cosmos DB Emulator, вы можете его поставить, он будет работать так же, как и, ну, основной аккаунт, и же Cosmos DB, единственное, что здесь, по-моему, только SQL API есть, насколько я помню, вот, и, соответственно, вы можете с ним тоже попробовать поработать, что-то там, migrate, ну, что-то, если вы migrateете там не на MongoDB, на SQL API, у вас есть какой-то JSON документ, есть также Data Migration Tool, который вы можете использовать, вы можете вообще со SQL Server, с MongoDB, с CSV, все это, не migrateете в Cosmos DB, выбираете нужный вам, нужную там, базу данных, файл, там, CSV файл, Azure Table, выбираете нужный вам импорт, откуда будете импортить, и куда вы будете экспортить, в спорте тут есть два документа DB, Single Partition Collection и Partition Collection, для этого вам нужно ввести сюда Connection String, название коллекции, если вы хотите, да, вы вводите Partition Key, но, соответственно, с Rowput, если у вас Single Partition, то 1000, если у вас Partition Collection, то 2500, вот, особо больше вам ничего не надо, здесь все остальное, как бы, там, на себе наперед, ну, Error Log File, если он вам нужен, ну, и он покажет, там, сколько по времени прошла эта миграция с другой базы данных, вот, в случае, там, если это MongoDB, да, то вы можете просто с помощью обычного, там, ну, допустим, есть сейчас Mongo, у нее есть, там, база данных, которую я называл по MindDB, и тут куча документов, по дефолту, там Mongo выдает 20, тут, наверное, их около 2000, 22255 документов, вы можете это все сделать мангоэкспорт, и, соответственно, экспортировать это все в какой-то JSON-файл, только нужно, наверное, перейти вот сюда, и экспортировать это все в JSON-файл, чтобы это можно было потом импортировать. Он экспортировал 2295 документов, соответственно, у вас появляется такой JSON-файл, можете его посмотреть. Я хотел показать, там, с, демо, вот эти вот, с latency, с разных регионов, но у меня отключили аккаунт, только сегодня включили, там, прошла оплата, поэтому, как бы, с этим я не успел, вот, поэтому вы вот это все импортнули, экспортнули, точнее, с MongoDB, после этого вы заходите на, там, вашу MongoDB, ваш MongoDB аккаунт, вот, по-моему, вот это он, посмотрите, какие у вас там, базы данных у вас уже есть, созданы, она называется MongoDB, соответственно, вам, по-моему, у меня здесь даже коллекции, коллекции нет, и создаете там нужную коллекцию, для того, чтобы хотя бы проверить, какой у вас уровень, да, latency, и сколько RU вы используете, да, у меня есть пример документа, вот, по-моему, вот это он, там всего лишь один документ, структурированный, хранится, для того, чтобы вы записали его в CosmosDB, BIN и вышли скопируем, ну, и, соответственно, мы можем в коллекцию, там, так вот, и мы можем делать insert этого документа, вот, оп, а у меня стоит какой-то constraint, какой-то constraint, felt, а, у меня, по-моему, уже там какой-то документ есть, потому что я не собирался создавать новый аккаунт, но я создал, а, здесь уже есть, это он же есть, вот, это он же есть, соответственно, когда вы введете, insert нити документ, перед, как вы сделаете insert, вам нужно ввести команду set verbose shell в true, и он вам покажет, ну, сколько и что вы там искали, вот, допустим, этот документ был считан за 54 миллисекунды, да, то есть вы уже можете понять, что вот у вас там 54 секунды выполнялся этот запрос, ну, в принципе, по-разному, 58, 59, ну, берете средние цифры, вот ваш, в принципе, latency, еще вы можете выполнить команду из анализ, но которая называется get latest request statistics, она показывает статистику по вашему последнему запросу, соответственно, вот request charge 2.32, это request unit, который вы, сколько с ней, ну, получается, вы использовали request unit, за ваш последний запрос, запись, update, то есть вы можете посмотреть и записать там для того, чтобы вычислить, да, нужное вам количество воркеров или бэш сайз, ну, как бы, сколько вы завязали этих request unit. Также, если вы сделаете это в Cosmos DB, у них это тоже все очень прозрачно, вы можете зайти там в Data Explorer, и там, по-моему, тоже пишется вот здесь, вот, когда вы делаете запрос, просто достаете документ какой-то, он где-то писал, сколько вы тут используете request unit, может, его просто не видно здесь, я помню, что было точно, 100%, или тут можно еще посмотреть, где-то есть диагностика или метрики, там, сколько вы использовали своих request unit за один запрос, там, да, в среднем, сколько вы их использовали, соответственно, здесь тоже можно посмотреть из rowput, там, за последнюю минуту, да, вот, был какой-то запрос, вы можете посмотреть latency, за последний час, там, уровень SLA у них там, не больше 10 миллисекунд, а там 2 миллисекунды, и так далее, вот consistency можете посмотреть, ну, после этого, как вы импортировали этот, в принципе, документ, да, вы посмотрели, который у вас, какой у вас latency, сколько оно сняло с вас, request changes, ну, как бы, вам остается только, в принципе, дропнуть, то, что мы записали, оно, в принципе, не надо, и сделать миграцию, с помощью команды, там, либо Mongo импорта, обычного, да, который я показывал в презентации, либо, с помощью migration data tool, соответственно, ну, как бы, в принципе, достаточно просто, ваш JSON документ просто появится в Cosmos DB, ну, или в Mongo, или BSON, если это, мы говорим про MongoDB API, потому что вы его можете импортнуть, как в SQL базу данных, вот, наверное, у меня, в принципе, все, если у вас какие-то вопросы по этому, вот, то задавайте. привет, спасибо за доклад, очень интересное, у меня вопрос по этим request unit, если я все правильно понял, то получается, что конкретная формула, которая бы позволяла привязать этот request unit к какой-то конкретным физическим величинам, типа, там, latency, throughput и прочее, Microsoft мне предоставляет, да, и вопрос, вот, допустим, с той же истории про 120 долларов, который с тебя сняли, вот ты как пользователь этой базы данных можешь потребовать от Microsoft какой-нибудь репорт, где они тебе подробно распишут, что было столько-то запросов, столько-то, там, мегабайт данных было послано по сети и так далее, и так далее, и на основании каких-то, там, стоимости того же throughput, стоимости хранения и прочее, посчитать, сколько должно было бы получиться. Есть ли у тебя сомнения, что Microsoft тебе сняли там много, слишком много долларов? Как ты это докажешь? Скажем так, они предоставляют тебе полностью репорты, потому что ты записывал, что ты считывал, сколько у тебя, получается, это было использовано и так далее. Вот, во-первых, ты можешь, ну, тут есть мониторинг, сколько ты делал запросов, какой у тебя был request charge, да, вот, за последние дни, или, как видно, там, ноябрь, 24 ноября, вот, там, около, там, 60, и, там, вот здесь около 40, у них здесь, в принципе, все можно посмотреть, вот те же метрики, которые я открывал, да, то есть, какие базы данных, сколько я их использовал в среднем, да, за какой-то определенный промежуток времени, соответственно, ну, как бы, они ничего не скрывают. также ты можешь зайти в cost management, да, вот, допустим, по subscription твоему, там сейчас прогрузится, и посмотреть, сколько он у тебя использовал, за какой ресурс, вот, пожалуйста, вот Cosmos DB, он там, занимает, что-то не 10%, у меня просто ничего не осталось, это сумма. Ну да, то есть, я имею в виду, что вот у тебя есть вся эта информация про то, сколько у тебя там мегабайт было занято, да, сколько данных переходил по сети, вот, ты загружаешь все эти серые данные, скажем так, ты можешь по какой-то формуле посчитать, сколько оно должно было с тебя снять, или ты видишь только цифры Microsoft, а сколько они с тебя сняли, то есть, например, сколько request units, вот, сколько request units, там, ты потратил, например, как они определяют этот request unit, как оно привязывается к конкретным цифрам, там, сколько, сколько мегабайт данных лежит, там, сколько мегабайт по сети, и так далее, и тому подобное, загрузка процессора, и какие-то другие физические величины, то есть, как это пощупать? Ну, опять же, смотри, ты можешь, во-первых, ты знаешь количество единиц одного request unit, я показывал там около, ну, два, что-то там, 20 центов, я не помню, сколько их, ты задаешь дефолтный, да, дефолтный параметр по request unit, вот, допустим, тысяча request unit, если ты уверен, что в твою базу данных будут делать запросы больше, чем тысяча request unit за секунду, ну, тут нужно представлять, что твой запрос, ну, как бы, от двух с половиной, там, до десяти этих request unit может занять, да, то есть, тысяча, даже если 10 request unit задних запрос, то тысяча request unit, это за, за одну секунду должно быть 100 запросов, да, то есть, ты должен понимать вообще, какая у тебя нагрузка на твою систему. Хорошо, я немножко перефразирую вопрос, то есть, допустим, если убрать понятие request unit, ты можешь высчитать стоимость, ну, сколько должно было, там, за месяц использована какой-то база данных, имея всю информацию, как конкретно ее использовали, во всех подробностях, да, ты можешь посчитать, сколько должно снять, сколько должно снять долларов? Вот, если ты имеешь в виду, посчитать. Да, без понятия request unit. Но дело в том, что request unit для этого и были сделаны, чтобы ты не считал, сколько у тебя там IOPSов считано, да, сколько у тебя там... Получается, что request unit нет конкретной формулы. То есть, стоимость этого request unit, получается, вот Microsoft, ты не знаешь, как она его считает, по факту, правильно? Я думаю, что у них есть какая-то формула, по поводу, типа, сколько у тебя там по... Дело в том, что здесь очень много факторов, да, я думаю, у них есть формула, я просто ее не представил, не смотрел я. Да, вот и, собственно, интересует, если она где-то опубликована, то есть, или они там себе внутри как-то считают, это даже, значит, по какому принципу считают. Я уверен, что она должна быть, потому что, ну, как бы, ты даже, если зайдешь в этот capacity planner, там они от тебя требуют какие-то определенные характеристики, да, которые тебе там, по-моему, вычислить твой request unit. Причем здесь же, по-моему, давайте откромку смотрим. Ну, как бы, ты, ну, у них, видишь, тут только по, сколько тут записей, считываний, да, но я уверен, что у них должна быть какая-то типа формула, не знаю, как он используется, там, и т.д., и т.п. но я не встречал, потому что, ну, как бы, он и для этого сделан, чтобы ты мог там, по сути, это калькулятор, это калькулятор, можно посмотреть, вот у них куча этих статей, там, по этому request unit, просто, я просто не представляю, как тебе придется считать, да, там, по сути, использование твоего, там, использование нетворка, с учетом еще репликации, там, дата-центры. Допустим, планировать это одно дело, а вот вопрос в аудите, скажем, то есть у тебя такая система, ты тратишь деньги, и тебе хочется иметь контроль, то, как ты тратишь эти деньги, правильно? Ну, я думаю, я, вибачу, что вклиняюсь в разговор, хочу додать, тут требует уточнить, что Cosmos DB, ну, нема такого понятия, там, за чарджи, или за багато, або за мало. Наверное, если вы взагалі не використовуєте базу данных, не робите никаких реквестов, вы все равно платите за той план, який там выбранный. Да. Потому что Cosmos DB, да, sorry. Cosmos DB, как бы, ну, оно выделяет какие-то ресурсы, ну, как бы, их, скажем так, тримает чисто для вас, чтобы гарантировать, там, ци SLA и все остальное. То есть, даже если никаких реквестов не делается, все равно оно будет чарджить, там, за тих 400 тысяч, 25 тысяч, сколько вы выбрали с РУПУТ. Ну, это понятно. Я имею в виду, что вообще, как бы, ну, должна быть какая-то прозрачность, в основном, в стоимости услуг или продукта, которые они предоставляют. То есть, я пока не очень понимаю, мне кажется, это не очень прозрачно. То есть, у них есть какой-то реквест-юнит, который они определяют, скажем там, словами, да, и говорят, некоторые понятия вводят, но при этом не дают формулу, по которой они сами считают это реквест-юнит. То есть, если у них внутри поменяется формула расчета этого реквест-юнита, где-то у себя там, внутри, во внутренних сервисах, то как ты об этом узнаешь, и что потом не оказалось в сюрпризах, например. Это такое чисто, скорее. Ну, понимаешь, формула request-unit, опять же, там идет процент за memory, процент за CPU и процент за IOPS. Это все составляет request-unit. Даже если они тебе предоставят данные, сколько они там IOPS-ов заизали, не уверен, что это будет прозрачно. То есть, ну, ты понимаешь, сколько у тебя стоит request-unit-ов. Если у тебя идет переиспользование request-unit, то они тебе либо alert пришлют, либо его отключат. Ну, как бы, ну, и почему я говорил, что это дорогой сервис, потому что там, даже если ты не считываешь, вот как уже правильно я сказал, да, у тебя снимаются за это деньги. Может быть, и в таком количестве. Я тоже понял. Ну, просто у тебя нет, как бы, возможности посчитать, что вот у меня есть база данных на 100 мегабайт, например. Я точно знаю, что я сделал 10 запросов. Каждый из них выберет, там, 10 мегабайт, например, да, из такого-то точки сети к такому-то вот дата-центру. Я не могу рассчитать точную стоимость. Сколько денег я зарасходую на всю эту операцию. То есть, вот к этому веду. Ну, окей, это, с этим, в принципе, понятно. Если у них есть какая-то формула, точнее, если они где-то опубликовали формулу расчета раквости унита с привязкой к конкретным физическим вещам, это было бы интересно. Ну, в любом случае, спасибо вам. Да, я, в принципе, ну, в целом за доклад очень интересно. Да, может, другие вопросы какие-то будут. Продолжение следует...